У нас Елена Сергеевна, тоже сотрудник нашего отдела оценки медицинской технологии и Организации здравоохранения и медицинского менеджмента, представит доклад про отражение реальности льготного лекарственного обеспечения и ревматологических пациентов на фон садемии. Елена Сергеевна, прошу. Да, здравствуйте. Слышно ли меня? Добрый вечер, уважаемые коллеги и слушатели, все участники конференции. Я представляю доклад. Спасибо, уважаемая Мальвина Эфа, за интродукцию. Отражение реальности льготного лекарственного обеспечения ревматологических пациентов на фоне пандемии. Конкретно будет рассмотрена группа ревматологических пациентов с подтвержденным диагнозом ангелозирующий спонделит. Вопросы, которые будут рассмотрены. Это эпидемиология основного заболевания, сопутствующие их патологии, основные технологии, применяемые в лечении ангелозирующего спонделита, это результаты анализа данного реального мира и выводы и прогнозы. В эпидемиологии ангелозирующего спонделита, что можно обозначить? Среди ревматологических заболеваний особое место занимает одна из разновидностей аксиального спондела ратрита, именно ангелозирующий спонделит. Данное заболевание поражает в основном пациентов трудоспособного молодого возраста, и манифестация чаще происходит до 45 лет. Также хочется отметить, что это в основном лица мужского пола, преимущественно. Данное заболевание является иммуновоспалительным, оно связано с хроническими воспалительными болями продолжительности более 3 месяцев в области нижней части спины и ограничениями подвижности позвоночника и дальнейшим поражением крестцово-подвздошных костей с образованием сращений так называемых ангелозов. Распространенность среди населения России по данным скринингового ангелозирования составляет 110 человек на 100 тысяч населения. В зависимости от этнической принадлежности и географической зоны проживания данный показатель варьирует от 0,1% до 2% населения. Для сравнения в США данный показатель составляет 0,9% или 1,4%. Ангелозирующий спонделит характеризуется наличием сопутствующих серьезных патологий, так чаще всего в 62,5% по данным исследованиям сопровождается данное заболевание энтезитами. Второе место среди сопутствующих патологий занимают периферический артрит и дактилит с уровнем 34,4%. И заболевания глаз часто в четверти случаев сопровождают данных пациентов. Псориаз или псориатический артрит наблюдаются в таких пациентах в 9,4% случаев. Соответственно, по анализу данных Центра лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения Москвы выявлена следующая динамика численности пациентов с 2017 по 2020 год. Соответственно, численность пациентов с данной патологией выросла примерно в полтора раза. И рост численности данной популяции имеет линейную тенденцию, что позволяет спрогнозировать на текущие 2021-2022 годы рост данной популяции до 2439 пациентов с высокой долей вероятности до 98%. По структуре распределения пациентов по гендерному признаку в Москве выделяется соотношение мужчин и женщин 2 к 1. Соответственно, также подтверждается, что среди мужчин данное заболевание больше распространено. В терапии анкилозирующего спондилита основываются на данных, опубликованных в 2015 году Американским колледжем ревматологии совместно с Американской ассоциацией спондилита и сетью исследований и лечения спондилоатритов, а также Европейской лиги ревматологов и обновленной в 2019 году определены актуальные принципы фармакологического лечения, реабилитации, хирургических вмешательств, введения сопутствующих заболеваний, мониторинга заболеваний и обучения пациентов профилактической помощи. Ключевая роль в достижении ремиссии и снижении активности заболевания принадлежит фармакотерапии с сочетанием с физической активностью пациента. Согласно клинических рекомендаций, принятых в России, патогенетической терапией выделяют следующие группы препаратов. Это нестероидные противовоспалительные препараты, стандартные базисные противовоспалительные препараты, такие как сульфасолазин, применяемые в случае дополнительных периферических артритов. Генноинженерные биологические препараты, сюда относятся ингибиторы ФНО-Альфа и ингибиторы интерлейкина-17, таргетные синтетические базисные противовоспалительные препараты, такие как ингибиторы Янус-Киназ. И с симптоматической терапией выделяют две группы препаратов, глюкокортикоиды местного внутрисуставного введения и анализирующие средства наркотические и ненаркотического типа действия. По динамике распределения пациентов с ангелозирующим спондилитом в Москве по медицинским технологиям выявлена следующая тенденция. С 2017 по 2020 год основной технологией медицинской у пациентов данной группы также являются нестероидные противовоспалительные препараты. Рост отмечен в группе ингибиторов фактора некрозоопухоли Альфа и наибольшим ростом отмечен в 2019 году данная группа препаратов, где количество пациентов на нестероидных противовоспалительных препаратах и ингибиторах ФНО Альфа почти сравнялись. Сейчас в 2020 году по данным также отмечено снижение в данной группе. Если рассмотреть по схемам терапии, то также превалирующей технологией в патогенетической терапии являются ингибиторы ФНО Альфа. На втором месте уже идут нестероидные противовоспалительные препараты. Вообще выделено нами 17 схем патогенетической терапии и распределение на них видно на данном слайде пациентов. По показателю полиопрагмазии или лекарственной нагрузки отмечена динамика с 2017 по 2020 годы практически сохраняется уровень нагрузки. Он низкий, так как большинство пациентов получают один препарат, то есть монотерапию, меньше доли 2 или 3. И самый низкий уровень – это более 10 препаратов за период годовой терапии. По финансовым затратам отмечен рост также в полуторном размере с 2017 по 2020 годы. И это позволяет спрогнозировать дальнейший рост, но не совсем линейный, уже в поле номинальной тенденции соответствует примерно 800 миллионов в 2022 году. По данным реального мира мы можем сделать выводы, что данные льготного лекарственного обеспечения показывают нам отсутствие существенного влияния на показатели льготного лекарственного обеспечения пациентов в Москве. И структура здравоохранения, соответственно, оказалась устойчива к данным экстремальным воздействиям в пандемии. Своевременное внедрение современных медицинских технологий в диагностику и терапию ангитаризирующего спензилита ведет несущественно рост затрат бюджетных на данную физиологическую группу, но при этом замедлить темпы роста призвано расширение данных и сведений о пациентах данной группы среди врачей первого звена и, соответственно, пациентов. Большей осветовленности и приведению к лучшему качеству жизни и снижению дальнейших осложнений. Благодарю за внимание. Спасибо.